Здравствуйте! Здравствуйте, это тут Ермаков Офицел. Это было как сказки. Поманишь меня? Что значит поманишь меня? Не понял, брат. Помню, конечно. Привет, красавчик. Смотрите. Здрасьте, здрасьте. 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 Здесь вообще шикарная погода на улице. Вообще просто. Смотрю, вообще нравится очень. Чем занят? В жизни так бывает. Собираюсь, короче, ехать по делам. А так сегодня поздно стал. Привет. Привет. И не бьется венокровь. Здрасьте. В жизни. В жизни. Че двигаешь через волны? Волны. Че двигаешь? О, слушай. А ты ж вроде знаешь или нет? Я же тебе рассказывал. Я же тебе рассказывал уже. Ну, напиши мне в Дире. Я тебе расскажу. Я прям соскучилась по тебе. Ох ты, мамочки дорогие. Понял. А в Минске пасмур-то? Да, да в Минске вообще как бы всегда пасмурно. Я как туда не приеду, там вообще все люги. Че-то все плохо у всех и так дела. А, пум. И так далее. Ну да, я знаю этот профит. Какой профит? Не понял. Че-то я пока вообще в твои слова не въезжаю. Мишаня, ну что? Бегается хорошо? Братан, потому что мне надо время, время распределять на сегодня. Только пламя догорает. И не бьется венокровь. Привет, привет. Ты был в Казахстане? Нет, в Казахстане не был. Но Казахстан заочно уже люблю. По рабочим моментам, честно скажу. Когда на дом 2 вернешься? Ух. Кудряш предложение сделал. А, ну я что-то видел, по-моему. Ну че, красава. Главное, что все нормально было. Здоровенькая борода. Здравствуйте. На-на-на. В Минске на самом деле, я вот не знаю, там только Black House есть, где более-менее можно нормально провести вообще время. Фактор 2 слушаешь? Да. Да. Раньше в детстве вообще слушал. Вообще. Это извинно. За что любишь? Кого за что? А, Казахстан за что люблю? Ммм. 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 Потому что там по работе движений очень много. На кого учился? Экономист. 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 Специализация налоги и налогообложения. Как бы. Ох, какая песня, ностальгия прям. Да, я тоже. Девушка есть. Нет, девушки нет. Одинокий. Одинокий. Пишешься на меня. Слушай, а ты кто? Надо запомнить, я просто чтоб не забыл. Как ботокс волос? Понравился? Да, кстати, мне очень понравился. С утра хоть в стоиме нету этого. Гребня на голове. Андрей, спортивную форму не потеряешь? Вдруг на Дон-Дон позовут? Какую спортивную форму, я не понял. Вы что, не видите? Пять лет витнес-бикини от звонка до звонка. Три раза наиминировался. Лучший. Как у тебя дела? Отлично. Чё целыми днями торчишь? Я не Дон, я просто просыпаюсь поздно. Я не знаю почему, но моих знакомых тоже в Москве, вот особенно те, вот там Витя, Таня. Когда выходишь в проекты, я не знаю, что это за мистика. Вот в Минске, допустим, я в одиннадцать-двенадцать спокойно ложусь ночи и просыпаюсь рано, бомба. Здесь, в Москве, я ложусь пять-шесть и просыпаюсь час, пока раздуплится, и в пять вот я уже начинаю, в шесть уже все, по делам двигаться и до ночи. Привет. А рич в Минске не нравится? Не, рич к этому вообще не заходит, там как-то... Ну, это как бывший этот... Как этот... Забыл клуб. Халимый, короче, раньше был. Это, по ходу, кстати, он и есть. Обратно, давай на обратно. Ну, а почему с Кахно не встречайся? Потому что мы друзья! Глазки красивые, спасибо. Детей хочешь? Сына хочу. Сына? Да, хочу. Здравствуйте. Андрей. Мой вопрос вывел. Где мой приз? А, ну напиши Маше. Напиши Маше. Она тебе передаст приз. Кстати, хороший приз. Я креативил как мог. Хороший парень. Здоровья тебе, твоим родным. Спасибо. Взаимно. Запомни, как я записан. Давай ты после эфира напишешь мне, чтобы я как-то это... У меня с памятью беда. Она у меня отличная. Привет. Привет. Арсен. Здорово. Аганесс. Арсен. Всем привет. Тюмельцы. Какие-то кафе. Это сон. Так, что там? В Минске есть кафе. Американ. Барбекю. Грилли, бургеры обалденные. Не, то, что заведение в Минске, где там покушать, отдохнуть есть. Но я именно говорю про атмосферу крутую. То есть, кроме блокаутса, может иногда богема и то, которую, я так понял, закрыли снова там, как мне рассказывали, накрыли ОМОНовцы и так далее. Так что, как бы, хорошо, что меня там не было. Клевый график. Согласен. Красавчик. Реактор, да. Вот, реактор, да. Вот этот наркопритон воничен. Девушка есть? Нет, девушки. С Машей были бы красивые пары. Увы. Ах. Салам. Здравствуйте. Ты на проекте встречался с Титамир или я путаю? Да. Да. Были долгие отношения. Неделя, сколько, пять дней, не помню. Привет. Хочешь как кучер накачаться? Зачем? Зачем? Он стремится быть таким, как я. Тоже накачаться. Так, спуститься так. Нет, я не хочу. Мне так зашибись. Если бы мне хотелось, я бы, наверное, что-то для этого делал. Но мне это нафиг не надо. Есть какие корни какие-нибудь, кроме белорусских? Хохляцкий. Украинский. Да. Харьков. Харьков. Даже сколько стареньких участников вернулся. Я не знаю. Молодцы. Вот свидетель. Почему ты бросил дальше? Она такая красивая девушка. Была ситуация, которая мне просто не понравилась. И наши пути разошлись просто. Вот океан, вот море. Я в море, в океан. Ну, короче, там долгая история. Привет, волейболистка Лизка. Привет. Ты у нас до скольки на Чехоне была? Как настроение? Настроение отличное. 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 Смарша не хочешь опять на чай? Нет, нет. У нас дружеские отношения. Ну как? Гриценко вернулся. Я знаю, знаю, знаю. Я еще на той неделе знаю. Из-за ее прошлого. Ой, я не хочу это обсуждать. Она сама по себе девочка хорошая. Но какие-то моменты не для меня. Хай. Что вы общаешься? Нет. Гриценко вернулся. И ты давай. Я до трех тридцати. Я до трех тридцати. Только до трех же Чехона работает. Как ты до трех тридцати была? Привет из Нижнего. Привет. Надо онлайн. Отвечай. Пойдешь или нет обратно? Лизка. Так. Привет из Ростова. Надон. Как тебе YouTube канал Маша? Слушайте. Мне понравилось. Мне понравилось. Было настолько лайтово. Блин. Поорали. Посмеялись. Ну. Ну. Прикалывались мы прям по жести. Это круто было. Мне понравилось. И на самом деле Маша молодец в том плане. Что начала вот. Бежение. Бежение. Вот. Рад за нее. Почему ушел с проекта? Ну. Потому что. Потому что я уже заколебался тогда. У меня уже сил не было. Не то что отношения строить. А просто жить. Ну. Не так все там просто. Как кажется. Какие качества. Красавчик. Какие качества ценишь девушке? Блин. Девушка должна быть личностью. Личностью в плане. Стерженью ее должен быть. Мы потом выходили в микс. Там побыли немного. В смысле. Так я тоже был на миксе. Читает я тебя там не заметил. Где Сережа? Сережа. Так. Пишет что Лиза и Мэри лесбиянки. Это правда. Бред полный. Сейчас в отношениях нет. Ты с кучером снимаешь? Да. Мы снимаем фильмы различные. Да. Хата с ним снимает. Ты в МСК? Да. Я в МСК. Ксев. Привет. Иркутск. Вы с Маши крутые. Спасибо большое. Мать. Гриценко гордился, что ушел с Дома 2. А сам как бы вернулся. Ну это просто говорит о том, что никогда не говори никогда. Я на этом уже убедился. Поэтому. Ну ничего страшного. Вернулся сейчас отдохнувши. Построить отношения. Это ж круто. Наоборот. Почему с сараем не общаешься? Ну просто не общаемся. Если бы мы увиделись. Привет. Привет. В Беларуси какое место посоветуюсь посетить? Блэк хаус. Блэк хаус. Пашка Гаданюк сделает вашу вещь. А просто нереально крутым. Как относится Крити Еббарова? Насрать. Красота главная для тебя в девушке. Ну я так скажу, что внешность для меня имеет большое значение. Не буду врать, лукавить, говорить, что это душа человека. Нет. Нет. Послышал, виделись, общались с Эмираном. Пару раз. Пару раз. Но разговор ни о чем. Сейчас уже можно сказать, по какому принципу платью Частики Дома 2. Слушайте, я к этому так отношусь. Кто-то базарит, кто-то не базарит. Я не хочу. Я безумно благодарен проекту. И, как бы, я о таких моментах. Интересно, напишите, кто там базарит. Ну я не люблю на таких моментах делать. Ты говорил, мальчик, что тебе сейчас не нужны отношения. Ты сейчас опор делаешь на карьеру. Ну в любом случае, конечно, для меня, ну, мои жизненные цели гораздо важнее. И если параллельно попадется такая девушка, которая реально, Та, которая мне нужна, значит, бомба. А других не надо. Это, честно. Сколько тебе лет? 23 года. Привет. Покусал. Честно. Часто походят фото. Ну, бывает. Хорошо выглядит. Спасибо. На проект второй раз возвращаются только неудачники. Ой, слушайте, вот это, то, что на проект возвращаются второй раз только неудачники и так далее. Слушайте, такой бред, на самом деле. Я вот, ну, я реально рассказываю, вот почему я пошел вообще, хочу миллион. Потому что, ну, я изначально туда шел, потому что мне хотелось движухи. Просто когда ты год жил, движухи, вот это вот, ну, прикольно это. Бывает, что не хватает такого. Я же почему изначально туда и пошел. Поэтому многие возвращаются чистые из-за того, чтобы просто окунуться в это. Допустим, ненадолго – это круто, но там на год, на два, на три, на пять – это жесть. Привет. Тебе-то ничего внешне не нравится? Ну, блин, хрен его знает, честно. Там много других красивых девчонок. Я говорю, это уже когда я был на проекте, почему-то, ну, как бы, так себе было. А сейчас там много достойных красивых девчонок. Это я, та девушка. Да я понял, Настя, понял. Кто из ведущих на Дом-2 нравится? Бородина Черкасов, бесспорно. Черкасов – вот такой мужик. За кадром поможет, подскажет из опыта своего то, что он был на проекте участником. А Бородина просто раскидывает по факту. Вообще, молодец. Ты такой смешной, со своим выражением насрать. Но бывает. Привет. Пинчук серый мой. Ну, не знаю. Ну, так возвращайся, красивая девчонка. Да, ну, блин. Не знаю. Вам все. Уже скоро и надо уже обузову как. Ну, мне сказали, кто нравится из ведущих. К ним я отношусь нейтрально, к остальным ведущим. То есть, не говорит о том, что я вообще, как бы, ну, ведущий там как-то, что не хреновый и так далее. Нет такого. Я что-то все понимаю, что и как, зачем там это делается. Но вот прям, вот Бородина, она прям бомба. В том плане, что грамотно, четко и по факту. Если даже ей там что-то будут там говорить или направлять в какую-то сторону, но она будет своей позиции придерживаться. Футбол играешь? Нет, футбол на следующей неделе, вот на это я должен уже пойти играть. А так смотрю футбол. Как думаешь Мандезира и Юлия? Блин, если честно, мне вообще так неловко насчет Юлии и Мандезира что-то говорить. Я лучше вообще ничего не буду говорить, потому что, ну, обстоятельства такие. Блин, Бородина с Машей были бы идеальные пары. За сколько снимаешь квартиру? Баскетбол или футбол? Футбол. Я баскетбол вообще не смотрю, хоккей редко, а футбол прям каждый день точно. Бородина вообще тут, я согласен. Татушки есть как-то, татушек нету. Как тебе наивстия? Яков, девушка Саймон. Слушайте, я так хочу сказать, Саймон вообще красава заслужил. Наконец-то девушку, которая достойная. Потому что то, что у него до этого было, настрадался. Так он вообще заслужил. Я вообще очень рад за него. Надеюсь, что у ребят все будет хорошо. За кого болеешь в футболе? Манчестер Юнайтед. Мой любимый. Я думал, после Дома 2 пойдем в театр кино. У тебя здорово получалось. Я так хочу. Театр кино. После Дома 2 куда-то в фильмы всунутся. Вот так вот. Я не знаю почему, но у режиссеров, продюсеров у них пристрастие такое. Я, кстати, когда ушел, я как бы думал насчет этого. Но у них такой момент. Вот ты на Доме 2 или где-то на телеке засветился. Все, им не интересно. Потому что им интересно открывать новые лица. А у людей, как бы, уже сложенный какой-то стереотип о тебе или уже образ. И в другом образе, там, лирическом или каком-либо другом тебя, ну, тяжело будет воспринять. В принципе, это логично. Бродина просто умеет хорошо вести шоу и разговаривать по факту. Песни бузяки слышишь. Да, иногда бывает. В плейлисте. Она мне тоже больше нравится. Так, как Марго вся не относится. Нормально к Марго. Ну, как бы, видимся. Если иногда приедем. Ну, то есть, прям не друзья-друзья. Ну, прям и не, как бы, нормально. Нейтрально. Вообще, красавица. Спасибо. Так, насчет Сереги, если я вообще не буду говорить. На проект. Не собираешься-то. Хоккеем дружишь. Ой, слушайте. Я раньше на книгах очень хорошо катался, но потом что-то так себе. Ну, Черкасов и Гоботов сняли все кино. Ну, они снялись-то как? Через знакомых. И это кино снималось на айфон. Вообще, как бы, не совсем все серьезно было. А тебе нравилась пара Саймона Арго? Нет. Для Саймона там, блядь, я не знаю, как он, блядь, вообще пережил. В каком он настроении, состоянии не ходил. Мне его было, ну, реально, блядь, тебе жалко. А сейчас он тебе, блядь, радостный? Молодец. Так. Кем работаешь? К тому, кому надо, тот знает. С Гобозовым общаешься? Редко. С Серегой общаетесь, конечно. Чем в Москве занимаешься? Какая будет тебе делать? Или что? Миран канал будет? Нет. Никого канала не будет, но уже все. Все, ребят. Хорошее настроение. Мне уже 17.00. Надо уже собираться. Всех обнял, приподнял на место, поставил. Хорошего настроения пожелал. Все. Вы самые крутые обнимашки. Все. akis, все.